и так уважаемые зрители здравствуйте зрители моего канала просто кто случайно зашел в данном видео я хотел бы рассказать про стабилизацию видео в adobe premiere pro на русском языке урок номер один в данном видео расскажу как стабилизировать видео если она у вас качается есть и фрезы есть например так сказать непосредственно неустойчивое видео и так далее значит смотрите мы заходим в основную с вами окно программы adobe premiere pro неважно какая у вас версия 2014 2020 года на русском языке пойдет любая смотрите у вас есть значит внизу проект мой канал допустим у вас там свой будет проект здесь у вас видео уже выложили частично для того чтобы нам так сказать выложить этот эффект выложить этот ну стабилизацию данного видео сделать вот сейчас давайте посмотрим вот смотрите у вас например видео лес вы снимали на лодке плыли с крыши что-то еще или просто шли у вас видите дергается видео ну получилось так что у вас не нету стабилизатора не было стабилизатора вы вот так сказать вот такой у вас видео получилось у вас неровная не четкая так сказать видео вы хотите его стабилизировать теперь смотрите чтобы нам стабилизировать нам нужно это видео наложить значит мы заходим эффекты если эффекта у вас нету вот здесь вкладочки в это то мы заходим окно и нажимаем эффекты у вас появляются эффекты дальше заходим давайте мы с вами вместе видео эффекты открываем вкладочку искажения и стабилизатор деформации данная так сказать стабилизатор деформации мы с вами зажимаем сейчас я вам покажу я перейду вот на это видео просто вот это у меня уже стабилизировать как в каком она виде будет нажимаем удерживаем мышку и переносим на прям непосредственно видео которую хотим стабилизировать у нас появляется стабилизатор деформации и вот начинает стабилизироваться видео анализ фоновом режиме шаг один из двух здесь появляется такое вот информативное окно с помощью которого мы ну сможем потом корректировать данную видео стабилизация данного видео так сказать все здесь у меня на русском языке проходит вот я тес немножко остановлю эту стабилизацию вот можно ее убрать отчесть и перейдем ваше видео в видео которое уже стабилизировалась вот давайте посмотрим видео которое со стабилизация то есть было без стабилизации и теперь со стабилизации смотрите где-то на видео будут небольшие фрезы где-то потертости можно что-то еще на данном видео надо будет тогда работать то есть работать в данный момент сейчас мы остановим Вот видите, уже все равно без всяких качений. Нажимаем на это два раза видео. Вот она у нас со стабилизацией. И вот здесь со стабилизацией мы можем с вами поработать. Вот смотрите, если у вас было в движении, на лодке вы снимали, в парке где-то шли, то обычно выбираем плавное движение, чтобы вот это все скорректировать, стабилизацию сделать. Нет движения. Это если вы, например, снимали где-то непосредственно сверху у себя, ну, например, на кронштейне, и хотите сделать совсем, чтобы было без движения, или, например, какую-то воду или реку снимаете, то можно выбрать нет движения. На данный момент у нас плавное движение. Здесь можно выбрать смягчение. Смягчение, кстати, немножко убирает наши фрезы. Вот давайте сделаем 30, и видите, написано стабилизация. На данный момент она стабилизирует у нас данное видео, она у нас упорядочивает, так сказать. И данная стабилизация, так сказать, убирает вот размытости, небольшие фрезы и так далее. Дальше, что мы можем... Видите, когда идет стабилизация, здесь идут точки. Видишь, точки такая вот стабилизация, здесь идут точки. Все, стабилизация у нас прошла. Мы можем опять немножко с вами посмотреть видео. Возможно, где-то какие-то фрезы, какие-то неточности убрались у нашего видео. Дальше, что можно поработать? Метод, метод, смотрите, какое положение. Положение масштабирования, поворот, перспективы и деформация пространства. Тоже, когда мы выберем, например, если нам не понравилось, можешь вот это стабилизировать. Видите, у нас идет стабилизация, идет точечка, и обрабатывается видео. Видео обрабатывается гораздо быстрее, чем сначала, когда анализируется. То есть, значительно дольше процесс. Смотрите, когда у нас, видите, у нас масштаб немножко увеличился, 110. Теперь смотрите, как увидеть, что у нас масштаб увеличился, но можно здесь, и можно, смотрите, нажимаем вот это. Оп, видите, видео вернулось в исходное положение. Нажимаем, немножко увеличилось, так сказать. Если мы опять возьмем вот это вот, она стабилизируется, и здесь немножко поменьше она съела, съедает наши, так сказать, края видео. Дальше можно сохранить масштаб, поставить галочку. Здесь кодирование. Обычно, обычно я выбираю вот это стабилизация, кодировать и автомасштаб. Или стабилизация, синтезировать края. Здесь, так сказать, возможно, останется, так сказать, по краям. Вот, давайте нажмем. Возможно, он уменьшит эту картинку меньше, чем 100%. И у нас по краям, возможно, возможно, вот здесь будут оставаться вот такие эти. Видите, опять идет стабилизация у нас. У нас видео стабилизируется гораздо быстрее. Ну, естественно, когда у вас после стабилизации будет гораздо больше. Вот, смотрите, видите, по бокам небольшие, вот они, видите, микрофрезы появляются. Вот они, вот они по бокам. Вот, как видите. Поэтому выбираем другой слой. Опять стабилизация. Вот, видите, уже вот здесь нет. То есть, здесь нужно поработать вот над этой меню конкретно для своего видео. То есть, я привел как пример. То есть, смягчение можно увеличить на 70, неформация. То есть, здесь нужно, так сказать, поработать. Здесь давайте посмотрим дополнительный масштаб. Здесь еще можно заменить, выбрать вкладку дополнения. Вот, еще что. Смотрите, здесь переходим во вкладку, где эффекты. Например, нам нужно все эти эффекты, ну, к примеру, положить в какую-нибудь папку, чтобы нам по 10 раз их не искать. Нажимаем вот здесь создать. Настраиваем подборку. У нас появляется папка, видите, внизу появилась папка. И, например, давайте главное. Мы создали папку главное. И мы в нее можем перенести вот этот стабилизатор деформации. Мы нажимаем на него, перетаскиваем, держим мышку. Держим мышку и передаем в главное. Теперь смотрите, здесь мы можем все это с вами свернуть. Главное открываем. И у нас стабилизатор деформации здесь. Теперь мы можем применить данное видео на быстрый вот этот доступ к стабилизации деформации. Все. Вот, так сказать, вот этот эффект. Дальше. Теперь смотрите, если у вас, вот переходим на наш проект, видео разного, так сказать, вот смотрите, 60, видите 59-94 и у нас 2560 на 1140. Другое видео, которое вы хотите слепить, 2700, 4520 и видите 30 кадров в секунду. Если вы наведете на это видео, ну нажимаем на нее два раза, оно у нас появится, вот здесь у вас вот эти элементы данного видео. И вы хотите тоже его стабилизировать. Нажимаем эффекты, стабилизатор деформации, он уже у нас в папочке главное. Что мы делаем? Нажимаем и переносим. Вот, видите, у вас появляется такая красная надпись. Мы сейчас немножко, чтобы нам было видно эту красную надпись. Вот, для использования функции стабилизатора деформация требуется, чтобы размеры клипа соответствуют размерам эпизода. То есть нельзя его слепить вместе с другим видео. Что делать? Давайте мы с вами уберем из этого видео стабилизатор, нажмем правой кнопкой очистить. Мы убрали. Что нам теперь делать? Теперь нажимаем левой кнопкой для самого видео, нажимаем правой кнопкой и вложить. Правая кнопка вложить. Создается такой эпизод, нажимаем окей, он у вас появляется. Видите, становится зелененьким здесь. Становится зелененьким. Кстати, чтобы вот раскрыть и видеть все, как у вас видите, видите, подходим вот сюда вот, вот сюда вот и раздвигаем. И у нас видно видео, какое видео. Если мы хотим аудио увидеть немножко, мы его раздвигаем. Вот у нас видео, аудио уже здесь, видео видно деревья какие. Здесь у нас зеленое стало. Дальше, что мы делаем? Берем стабилизатор деформации, тащим его сюда на зелененькую, нажимаем, вот видите, и начинается анализ. Смотрите, начинается анализ кадров 12 из 1912. Идет анализ, так сказать, после анализа мы можем воспользоваться данным видео и опять его, что сделать? Опять с ним работать и его стабилизировать. Давайте мы вот эту стабилизацию с вами очистим, но не будем делать. Дальше, что еще можно сделать? В данном видео можно, так сказать, сделать немножко кинематографический, возможно, так сказать, эффект, эффект кинематографический. Что для этого сделаем? Смотрите, у нас в основном окне, где есть проект, у нас есть, вот тут внизу, видите, такой новый элемент. Вот он, вот он, новый элемент. Нажимаем на него, цветовая маска, выбрали цветовую маску, здесь ничего не надо исправлять, нажимаем ОК, выбираем черный цвет, вот так вот подведите самое, нажимаем ОК. У нас появилась цветовая маска, мы ее обозначаем так и есть, нажимаем ОК. Здесь у нас появилась цветовая маска, нажимаем на нее и перетаскиваем под видео, так сказать. Она у нас появилась, цветовая маска, давайте мы ее тоже немножко, так сказать, чтобы она у нас была, нажимаем на нее, давайте мы ее расширим, так сказать, чтобы она у нас во всю длину. Нажимаем на нее, это цветовая маска. Дальше, чтобы нам сделать кинематографический такой вид, здесь на экране, мы на черном, вот на этом, нажали на нее, она активна, нажали вот такой вот безопасный область. Нажали, у нас она появилась. Если у вас ее нету, нажимаем плюсик, нажимаем здесь вот этот безопасный область, можно что-то еще добавить, если вам интересно. Нажимаем, вот она появляется, плюсик убираем, у вас появилась эта область. Теперь нажимаем здесь, смотрите, движение, положение, нажимаем на нее два раза, чтобы мы его могли двигать. И вот мы ее перемещаем, так сказать, переместили вот за эту, так сказать, вот за эту данную, вот за эту полосочку. Опять нажимаем положение, она у нас как бы зафиксировалась. Теперь что мы сделали, нажимаем опять на цветовую эту маску, нажимаем Alt и на нее, и как бы мы копируем, копируем. Вот у нас второй появилось, нажимаем на нее опять два раза, выбираем черненький цвет, нажимаем ОК. Все, у нас вторая маска, вот эта готова. Теперь опять нажимаем вот сюда, вот движение, положение, и вот эту вот маску, видите, она у нас опять активна, мы ее перетаскиваем вот сюда вот. Мы ее перетаскиваем вот сюда вот, опять вот до этой полосочки мы ее доводим, смотрим, чтобы у нас все практически ровно было. Опять нажимаем на, чтобы она у нас, данное движение пропало, нажимаем здесь, нажимаем здесь. Ну, здесь у нас по бокам видео, сейчас мы, сейчас я само видео вам нажму, сейчас само видео я нажму. Я сделал, видите, у нас, сейчас я изменю, вот, вот видите, у вас кинематографический вид сверху и снизу получился. Здесь, кстати, вот эту вот, сейчас мы цветовую гамму нажмем, вот здесь вот, вот немножко мы ее подкорректируем, вот так вот вниз мы ее подведем. Вот, дальше нажимаем само это, все у нас готово, картинка сверху и снизу, сейчас мы здесь вот сверху тоже немножко подкорректируем. Немножко вниз ее. Вот, немножко она у вас подкорректировалась. Есть, нажимаем, теперь, чтобы вот это вот убрать, нажимаем, вот так вот мы ее убрали. Давайте вот здесь теперь опять чуть-чуть подкорректируем с вами. Можно, в принципе, ее больше сделать. Вот, теперь нажимаем на вот это, все, значит, слева-справа у нас есть, убираем вот это, еще раз нажимаем, убираем ее, сверху и справа есть. Нажимаем, что у нас получилось. Вот у вас, так сказать, кинематографический вид у вас есть, вот видите, но это у меня просто она не стабилизировалась, данное видео. Вот видите, у вас сверху и снизу получилось видео. То есть, кому интересно, вот такой кинематографический вид, так сказать, видео, это, так сказать, лайфхайк, так сказать, видео данного. Но это вот я вам объяснил, как стабилизировать видео в Adobe Premiere Pro. Это был урок номер один. Как стабилизировать ваше видео в Adobe Premiere Pro на русском языке. То есть у кого русская версия 2014-2020 год, смотрите данное видео. Если вам было интересно, комментируйте, спрашивайте. Дальнейшие уроки будут в таком же видео, в таком же вот плане. Если вам интересно будет, я вам буду в дальнейшем, так сказать, именно на русском языке, рассказывать в Adobe Premiere Pro. Не так часто будут выходить видео, наверное, раз в неделю по уроке по Adobe Premiere Pro. Поэтому подписывайтесь на меня, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Чем больше лайков, тем быстрее я вижу, что вам нравится. И я буду выпускать дальнейшие видео. Так сказать, вот этого дальнейшего урока. Спасибо за внимание, оставайтесь со мной. Спасибо. 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 Спасибо.